Всем привет, с вами Салат Машика и наконец-то посмотрели мы 107 дефстрим, отметить, так сказать, пятилетку Пятилетку всех этих дефстримов, которые шли этой вакханалии, кучу массивов информации, неисполненных обещаний Но тем не менее, давайте разбираться, что мы увидели все-таки на 107 дефстриме и, как обычно, посмотреть было на что Но для начала, понятное дело, твич дроп, твич дроп на этот раз он идет ото всех стримеров, которые привяжут свои твич аккаунты к варфрейму И, соответственно, вы должны тоже привязать свои твич аккаунты, на этот раз на выходных раздают артикулы, то есть эти статуэточки для варфреймов Поэтому можете зайти на твич, посмотреть там, по-моему, 30 минуток любого стримера, если он привязался в твич аккаунт И у вас должна быть статуэточка варфрейма, то есть та статуэточка, где вы можете пол заменять, любого своего варфрейма поставить В принципе, хорошо, пойдет Также, так как был юбилейный своего рода дефстрим, то есть пятилетка и все такое Были розаны специальные подарочки, кроме обычных, там, тысячи платины, прайм-доступов и так далее В частности, то, что раздали, это был патронник этот заряженный, праймовский, 5К платины раздали Набор реальных статуэточек, то есть этот мерчандайз А также еще копия саундтрека с подписями команды Это такое было дело И Ребекка так и точно не сказала, что она раздала Но то ли все космические для корабля, то ли путевку в Танакон, то ли еда какая-то, которую, если можно будет, она пришлет В общем, специальные подарочки были разосланы И также была делена касательно прайм-аксессуаров Кто помнит, в будущем дефстриме, разрабы спрашивали нас, чем мы думаем по поводу вообще прайм-аксессуаров Сказали они, что на этот раз и на политику Ну и общий контент иметь уже не могут Потому что хранилище уже запущено И менять запущенное хранилище, это так себе Но летом, когда хранилище откроется Скорее всего, будет пак Иван, где можно будет купить именно все аксессуары То есть надо будет покупать идеально прайм-доступ и все такое Но при этом разработчики смотрят То есть там надо ли бустеры включать, надо ли платин включать Надо ли подешевле, подороже Но какой-то мега-пак украшений Все-таки в следующем ограничении будет И это хорошо Так, дальше у нас, что у нас дальше происходит Дальше у нас, кстати, тоногена еще провалили Провалили? Говорили Говорили тоноген, но тоноген не тот, который мы знаем А тоноген, который а-ля футболочки То есть кто смотрел на предыдущий видосик Они запустили некую фан-фордж То есть любители создавать футболки Могут отправлять свои идеи И соответственно это все дело будет продаваться И все будет относительно неплохо Поэтому да, кому надо, можете футболочку купить Но там доставочка, опять-таки, должна быть дорогая Доставка вроде как бесплатная Ну или какая-нибудь вразумительная Только по Соединенным Штатам Ну да ладно Также касательно Танакона Уже определились точно, что 7 июля суббота Билеты еще не понятны, когда должны продаваться Но вроде как должны продаваться билеты скоро Поэтому следите за вашими почтовыми ящиками Если хотите купить билеты как можно быстрее Вип-билеты точно быстро раскупят Но вип-билеты это вообще все билеты Кроме, наверное, первых Мет смысла покупать только если вы едете на Танакон Поэтому будьте аккуратны Смотрите еще там на как Касательно трейлер Гидроида Прайм Он все еще делается Есть некий у нас псевдо-трейлер Гидроида Прайм Который явно вылакан какой-то насмешкой Но, видимо, слова уже написали Что-то есть И поэтому, в общем, делается Все делает, все как обычно Делает, все задержано Также, если смотреть предыдущий мой видосик То вы видели, что перерабатывают разработчики каптуалочку Добавляют немного функционал, прикручивают В частности, то, что хотят добавить Вроде как скоро Это то, что можно будет переключать различные камеры Чтоб там они сами между собой Как-то летали Между различными позициями Там можно текст добавить Можно добавить камерам То, будто не фокусироваться на игроке Либо на чем-то еще При этом можно так сделать Чтобы эти камеры были видны или не видны Ну, в общем, кое-что добавляют Также еще добавят Два нового фильтра для каптуры Это Lotus Glow Сечения Lotus То есть, все такое Аляхиолетовое И Edge of Shadows Это все Черно-белое такое Любопытненькое Поэтому, ладно Подойдет, подойдет Касательно хоры Хоры вообще все плохо, честно скажу Потому что хору только-только Сегодня начнут Только пересматривать Дизайнеры игровые Поэтому хору Единственное, что мы знаем про хору Это то, что ее уже точно официально Выключат, отключат от системы Ну, не будут связывать ее Системы дамага 2.5 То есть, это все дело будет отдельно Но хоры в самом себе Из-за этого очень жестко будут пересматриваться Ну, как внешний вид то есть Кошак есть Показали первый скил Как он выглядит И как призыв кошака выглядит Но больше про хору Совершенно ничего неизвестно Никаких сроков Ничего, к сожалению, у нас нет Ну, да ладно Также касательно бесконечных Кубов миссий говорили То есть, кто знает Сейчас Кубов кто фармит То есть, вы пошли на миссию Чуть-чуть пофармили И ушли И вот так вот надо постоянно повторять Одноразовые миссии На этот раз думают Разрабы Как бы сделать С рода бесконечную Кубов миссию Либо же добычу Кубы С, соответственно Крепостью Кубы На самом деле Разрабы вроде как Уже давно все это дело придумали Но почему-то в игру Это все дело не введено Скоро мы должны понять К чему это дело будет идти Ожидается статья В мастерской разработчиков То есть Разрабы вот только ничего не сказали Только что ожидайте статью Видимо там будет много Подробных разборов Полетов Будем ожидать Может быть на следующей неделе Даже запустят Ну посмотрим Также был вопрос Касательно возврата Старых анимаций паркура Такой непонятный вопрос Не знаю откуда он вообще взялся Но суть в том Что Некоторым мне не нравится То что Какая сейчас есть анимация По стене со старой То есть например Сейчас когда мы бегаем По стене Мы не бегаем Мы перепрыгиваем Так отрывками А раньше Мы именно бегали по стенам Разрабы подумают Как бы вести старую анимацию То есть это У них есть четкое стремление Но сроков по этому делу нет Когда появится время Может быть и не этим делом Займутся Также Если вы сидели за Твиттером Стива То он Относительно недавно Делал фоточку о том Что Мистификаторы Можно будет вклепливать Прямо варфреймов И на этот раз На дефстриме Показали этот функционал То есть Если сейчас Мы мистификаторы Пихаем Один в шлем Один в сандану То теперь Мистификаторы Будут пихаться В ту же менюшку Где у нас пихаются Моды Но при этом Там будут отдельные Два слота Два слота на варфрейма И Своего рода Мистификаторы Не будут привязаны К какому-то шлему Или к какому-то Какой-то сандане Что довольно прикольно Будет так сказать Больше фэшн фрейма Можно себе позволить Не придираться Когда только сандане Так что неплохо И при этом Эти все слоты Они Соро-разные У разных раскладок То есть Как вы знаете У варфреймов Там три раскладки Модов И соответственно Там тоже Можно всякое По наставить При этом У Зошек Та же систему Но у Зошек Один слот Для мистификаторов При этом У операторов Тоже будет Какая-то универсальная система В меню Кастомизации Можно будет Поставить Соро-родо Глобальные Мистификаторы Для Соответственно Усилителей И для Всего остального Поэтому да, поэтому тут изменения, конечно, позитивные Касательно Катаны, которые показывали тоже так давненько Катану вообще не интересная история Потому что Катану должны были выпустить после того, как выйдет Хора А Хора задерживается, и разработчики говорят, что вот Хор выйдет когда-то там И после Хора уже Катана выйдет Но на самом деле Катана уже в довольно неплохом состоянии Она уже делается, есть уже и арты, есть уже какие-то набросочки Поэтому, может быть, чему-то это все дело придет Там у нее такой призрачный огонь будет То есть это не волосы, это призрачный огонь Название тоже в процессе Ну, посмотрим, посмотрим, что-то как получится Также, если досмотрели предыдущий мой видосик Там на прайм-тайме показывали Октавию Делюкс И тут Октавию Делюкс тоже показали У нее такая менее брони-юбочка любопытненькая Ну и в целом больше про ничего не показали Только чутье побегали, скиллы не взяли Поэтому как у нее там скиллы по отдельности работают По-другому или нет, неизвестно Но в целом, как-то так Как-то так, Октавию показали Она существует, вроде как должна побыть у нас в игре уже скоро Но скоро понять не относительно Поэтому ладно Также показали две новых зошки, которые появятся в Цетусе Можно будет себе скрафтить Первая а-ля Катана Ну, как не Кана, одноручная Ну, или двуручная Не, она одноручная И своего рода Коса, тоже зошка Так что эти вещи тоже когда-то допредут Может быть с Октавией, может быть нет Также показывают нам новых корпусовских врагов Которые, скорее всего, появятся уже на Венере А вот эти паучки, которые показаны в предыдущем ДС-треме Они там уже по большей части анимированы Бегали маленькие, которые могли бросаться на вас с пилами Средние, тоже, которые могут на вас просто бросаться Большие, которые со странной пушкой бегают И стреляют в вас странным веществом белого цвета И также показали очень больших пауков Как будто, я не знаю, как будто похожи на таралистов Но не совсем Но при этом они еще не анимированы Но модельки уже как бы существуют Они очень внушительно выглядят Поэтому если у вас арахнохобия, мне вас немножечко жалко Но все это вреди корпуса Также по поводу темных секторов 2.0 Вот этих вот рассказали разработчики В предыдущем Достомеш показывают этот геймплей странный Но суть в том, что эти темные сектора Это уже не темные сектора совсем Это уже официально Потому что разработчики сказали, что Прошлое в прошлом То есть был тот режим, когда мы захватывали сектора и так далее Теперь вот это дичь А то все уже, все То уже не вернется Поэтому захват секторов местами от нее будет Будет вот этот режим Для своего рода соревнований в таблице рекордов между ветеранами То есть это уже совершенно не темный сектор Это какой-то новый режим При этом те темные сектора уже, наверное, никогда не вернутся Поэтому соболезную На самом деле очень ждал, что то те темные сектора вернутся Но разработчики решили, что нет То останется в прошлом Потому что там еще Ну вообще по поводу темных секторов ничего только не сказали Потому что разработчики говорят Нужно больше работы Нужно интерфейс сделать Поэтому в основном все тоже там же, те же Касательно Умбры Опять ничего не известно Известно только то, что Умбра идет Приближается Поэтому здесь новой информации никакой нет В принципе, как и с Войну внутри Тоже говорили, что идет, идет, идет Тут та же история По поводу системы Кингпин Вот этой системы злодеев Которые давным-давно показывали На Довстримах Что вот будет злодей Вы будете охотиться на них кланом Там все дела Информации столько о том, что Работа ведется Все То есть это как Сумбры То есть показали вот эту старую комнату Которую никто еще толком не трогал Которая должна быть завязана Как-то с этой всей системой Но совершенно никаких данных нет Просто разработчики сказали Что работа ведется Система не забыта Но все может поменяться Все может поменяться Также, что интересно С этим Довстримом Нам показывали сами концепты Венеры То есть открытая локация на Венере Показали очень много на самом деле Вот эти всякие арты Но это не полноценное раскрытие То есть еще очень много всего идет в процессе В общем, история там такова Естественно, Венера поближе к Солнцу И поэтому было бы странно Почему там холодно Потому что если сейчас пойти на Венеру То там, собственно, весь этот снег идет Но предыстория там такова На Венере очень горячо Это она как качел на самом деле есть И в времена Империи Оркин Сами Оркин пытались Сродо создать реформирование Чтобы как-то охладить Создать там природу и так далее Но, как мы знаем, Империя Оркин пала И Оркин не успели доделать то, что хотели Поэтому вот эти все процессы охлаждения Они зашли слишком далеко И там теперь вообще какой-то чуть не ледник С этим всем снегом и так далее Потом Корпусятина Вся наша прилетела на эту планету Она нашла эти старые технологии Оркин И пытается Закончить реформирование Но у них это все дело не очень хорошо получается Это все дело рушится Ну, в общем, в Канале происходит Сама суть в чем По всей этой Венере Там есть некоторая жидкость Которая является охладителем Она охлаждает вот эту всю дело Температуру Потом это все охладители Они идут в виде жидкости Каким-то вышкам Потом С рода находятся орбы Которые создают ледники И потом эти ледники Из-за того, что технология То ли испорчена То ли незавершенная Ледники То ли всталкиваются То ли взрываются То ли падают И процесс начинается по-новой В общем, очень странная дичь Но суть в том Что эта вся дичь Она будет как-то циклична То есть не будет Времени смены дня суток Как на равнинах Вот именно вот этот цикл Будет определять Как что у нас будет идти И, соответственно Как-то будет геймпэй На этом и завязан Ну, в общем, будем смотреть Естественно Вот этих вот на Венере Будет очень много Инфраструктуры корпуса Какие-то там Подстанции Какие-то, я не знаю Может быть, ЖД там Какой-то построят Ну, в общем, да Корпусятин там будет Себе всякое еще строить И, естественно Венера будет Побольше, чем равнины Ну, не прям так Что в два раза Ну, в полтора Я думаю, точно будет больше Разрабы точно цифры не сказали Но Где-то Где-то почти два раза больше будет, да Также мы узнали Первые подробности Касательно новой фракции Сорда культуры Которую мы встретим на Венере То есть, как у нас на Земле Есть Цетус И Астронцы То на Венере Мы встретим Некую фракцию Называемую себя Соларис Юнайтед Что бы это ни означало Но, в общем Эти Все те типы Которые Изначально живут На этой планете И они перерабатывают Вот эту вот Охладительную жидкость Так как со временем Охладительная жидкость Она становится вязкой Тягучей И чтобы она Первоначальную функцию Свою осуществляла Нужно ее перерабатывать Вот эти Соларис Юнайтед Они перерабатывают ее Но при этом С корпусом В теплых отношениях Они не состоят Потому что Как присятина Собственно Как и Гринер Желают Все это дело Эксплуатировать Захватывать И так далее Соларис Юнайтед Видимо не хотят Этой всей дичи И поэтому Они Видимо придется Нам друг с другом Как-то сотрудничать Чтобы На Венере Себе месечко найти И Также показали нам Новую систему поверхности Которая будет применяться Видимо к Венере Вряд ли будет она Применяться К Самой Земле Но суть ее в том Что чем Ближе вы будете смотреть То есть Именно в непосредственной Видимости того Что видите Вы будете видеть Больше деталей Окружение Поверхность И так далее При этом все то Что вдалеко Она будет более расплычато И это Вроде как Должно помочь Оптимизировать Весь процесс Касательно потребления Ресурсов И так далее Но посмотрим Дэшники всегда говорят Что все будет хорошо работать А потом Получается равнины Ну да ладно И Также Естественно Показали тизер Нового города Который мы будем посещать Вот это Соларис Юнайтед Вроде как Там Ощущается Вот эта атмосфера Того что Поля черный рынок Торговля оружием И это все дело Но при этом Не знаю Что надо смотреть Там ни песенек не было Ничего не было Новые музыкальные треки были Но работа ведется На следующих дэйстримах Нам будут показывать К чему вся эта работа идет Но опять таки Не считайте это За официальный Анонс Открытие Это просто Разраба показывает То что у нас есть в действии За сим У меня для вас все Больше разрабы Ничего нам интересного Не сказали Поэтому Я вас всех отпускаю Так что Да Не забывайте про Двичдроп Про артикулы По статуеточке Ну и все Отмечайте 23 Удачи во все выходных Всем всего Всем удачи И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok